Моравит Можно было ее понять, он увидел, что вряд ли у него получится шайбе преградить уже путь Влетает она в ворота и ничего нельзя поделать Тем не менее На замунара, конечно, будет от шайбы написано, но Смотрите, видите, Чекомайник шайбу отбил 1-0 на третьей минуте канадцы вышли вперед Призан Использует часто канадцы Джеффа Фризена действительно хорошую форму он набрал И потому вполне естественно, что шайба направляется ему очень часто Хоккеисты очень способны На этом Марк Верекин Чаще всего Патера на бросок выводится Пархатка Вау! Великолепная комбинация Если кто помнит из вас матч первого тура между Германией и Чехией Вот сам Вуйцов такую же передачу Пархатки сделал сейчас Тот вернул ему долг в полна И вы знаете, чешские хоккеисты Мало того, что сравняли счет Я думаю, что не слишком для них это важно Вот и Вуйцов и Пархатка снова выходят в лидеры среди бомбардиров Вчера состоялись игры в группе младшей В Тампере Там сборной лапы выиграла у команды Германии 8-0 И в лидеры вышел Олег Зонарок Так вот теперь, смотрите Гол, конечно, великолепный просто Через всю зону, мимо всей обороны с канадцами такие вещи проходят очень редко 1-1 На восьмой минуте встречи Вуйцов сравнял счет Войны Выйцов На восьмой минуте Войны 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 Заход Космод Что тут ? Войны Войны С 거지 Призан. Игрок скоростной, у него чаще всего получается. Но вот с упорством достойно порой лучшего применения. И тревиз грин, и Эвасон пытается доставить шайбу в зону по центру. Центральный нападающий подбирает его у своих ворот и пытается за счет скорости ли, мощи ли пробить. Выходит сильнейший, видимо, все-таки в их число Крис Греттон не входит. Проказ калибр. Вторая шайба, видите, какая опять комбинация великолепная. Размашенцы на огромной амплитуде. Теперь уже вуйсок и прохазка. Поменялись они ролями, и Мартин прохазка забросил шайбу. Я высказывал такое мнение во время матча чехов с американцами. И вчера, по-моему, Евгений Майоров тоже согласился с тем, что вот лидерство этих хоккеистов с таблицей результативности не слишком-то показательной. Большей частью матча с французами, оно произошло. А вот, посмотрите, на самом деле, такие шайбы забивать на ворота канадской сборной, но это, конечно, просто так не сделаешь. Так вот, начал я говорить, что с прохазкой и по террой, они ведь играют в одном клубе шведском. Айки и перешли туда вместе из команды города Кладно. Вот там с ними Атакар Вейвода играет. А в сборной пробовался и Кратен, и Вейвода приглашался, что-то не получалось. Выходило звено первым. Вести хорошая была комбинация. Совершенно правильно выбранный пропускал шайбу Райкова, но тот, по-моему, оказался не готов к этому. Райкова, Райкова, Райкова. Патера. Парахатка. Некому было шайбу отдать. Поднимал голову Мартин Парахатка и, безусловно, хотел сделать передачу. Вошли, что называется, во вкус чешские форварды вот этой тройки. А вот Сандерсон имел возможность запятать очки. Сейчас, по-моему, зацепил его чекманник, но арбитр этого не заметил. А вот Сандерсон, пока дает результат такая игра Канатов. Вот не сегодняшний матч, а вообще, если входите в турнирные таблицы. Все-таки мне кажется, это немножко однообразно. Постоянно по центру. А ведь такие крайние форварды в составе. Мне кажется, вот такая игра Чехов неторопливая в своей зоне. Она вызвана не только тем, что хотят они на контратаках играть, поскольку простора больше, можно шайбу разыграть, почище, что называется. А тем, что хотят они заставить канадцев немножко и понервничать, гоняясь за шайбой. Пока сборная... до тех пор, пока сборная Канады организованно играет. До тех пор, конечно, превосходство ее, в общем-то, в классе, да и в мастерстве может сказаться в любой момент. Если канадцы начнут нервничать, может быть, и заводиться, тогда, конечно, шансы их понижаются. Прямо шайбой. Игла. Хорошая пауза. Передача. Кросс. 2-2. Вот теперь Замонер забросил настоящую полновесную шайбу и сравнял счет. На 15-й минуте это произошло. Скачает головой Чехманок. Вроде отбил он сложный бросок кросса. Ну, когда канадцы на пятачке оказываются то ли мощнее, то ли проворнее, это никого не удивляет, даже как не хочется ругать защитистов, хотя, вот, видите, допит и пошапит не попал там. А началось все, видите, с чего? Прекрасно сыграл Джерома Генла. Вы из трудной очень ситуации. Направил шайбу в ворота. На исходе девятой минуты второго периода Уйток вновь выводит чешскую сборную вперед. Смотрите, ведь не видел Патера партнера, а отдавал просто интуитивно пас. Действительно, с лета просто колотил шайбу в сетку. А вот сейчас, вы знаете, проходка названа ассистентом, а Павел Патера нет. Я думаю, что это все-таки несправедливо. Он комбинацию начал, но просто изысканным пафом. Так что, думаю, балл-то твой результативный. И он заслужил в полна. К сожалению, не могут разобраться канадские защитники. Втроем столпились на пятачке, а шайбу не могут отобрать. Два, наверное, самых крупных хакеистов составят своих команд. Здесь прямой и Роман Шимичек. Роман Шимичек. Прохазка. Либор Прохазка, защитник, очень хорошо прошел. И видите, сколько ценой нарушения правил Дон Суини. Ну, я не знаю, к кому он рвется разбираться. По всей видимости, к арбитру. Порохазка и Вуйсек, Каберле и Либор Прохазка. Каберле. Еще и клюшку потерял Эвасон. Практически вдвоем канадцы обороняются. Но еще Шонбург, конечно, есть. Патера. Да, вот теперь чехи. Может, даже на них это действует не слишком здорово. Они пытаются доверного шайбу разыграть, потому что уж слишком большой перевес. Именно что слишком. Вот видите. Похоже, что и шайбу из зоны выбрать суда. Нет, Патера. Передача. Бросок. Гол. Да, вы знаете, я сказал, что чехи нравятся сами себе. Поймали Курас. Они ни секунды не сомневаются, что все у них будет так, как они хотят. И опять уйдок, между прочим. Третьи уже шайбу сегодня проводят. Какая пауза, а? Уж даже показалось, что упустил он момент для броска. Да и Патера мог атаковать. И еще минуту 27 секунд канадцы будут в меньшинстве играть. Правда, вчетвером уже. Вот вам и разговоры о звене лидере. Вот вам и разговоры в пресс-центре о том, у кого есть против кого шансы. Неблагодарны все-таки это дело строить прогнозы перед матчем. Райкал. Игры 11 с половиной минут. Три шайбы перевеса. Канадцы, видите, немножко потеряли, мне кажется, голову. Они уже кидаются со соперником. Целью и отнять шайбу, и может быть, его подтолкнуть, где-то пихануть. Видите, вот сейчас слишком усердствовали вдвоем на одного землячку, а он не стал с ними со связатом в силе, а просто выложил бас на свободное место, туда уже не очень со смеша, но почувствовал, в ситуации выскочил влага, и счет стал 5-2. Кто-то из канадцев, видите, получил травму. А вам этот Джефф Фризен. Я думаю, для канадцев эта потеря-то будет серьезной, но не похожа на то, что не в состоянии он продолжить иголку. Но это не просто так. Я думаю, что если уговорят канадцы посмотреть такие видеоповтор, то... Да вон уже Либерпрохазский находится на скамеечке для штрафников. Хорошо играет Макфеев. Эвасон подставлял клюшку Тревис Гримм. Довольно интересную комбинацию разыграли канадцы. А Прима уже откровенно полез в драк, и вполне резонно предположить, что будет сейчас наказан арбитром, потому что судья очень внимательно видел эпизод позицию хорошую занял. Вроде и безопасную для себя, но там... Да вообще на всем чемпионате очень активно разнимают деручинка арбитра и линейный. У них, наверное... Трупа и Прима. Два плюс два. Видите, вот такое удаление получил Кейт Примой. И Крупа получил две плюс две. Может быть, ему лучше было совсем не связываться с Кейтом Примой. Вроде он-то никак не нагрубил на две плюс две. Втроем остались... Не вчетвером чешская сборная, в пятером канадская. Через 29 секунд... Чехи будут в полном составе. Рейки. Блейк бросает очень сильный бросок. И пытался... Гоу! 5-3. Успели канадцы реализовать численный перевес. Вы знаете, бросок-то был не больно убедительный, но мы сейчас посмотрим, как же так случилось, что шайба проникла таки в ворота. Вы знаете, я на первом повторе не решился даже сказать. У меня впечатление такое, что просто мастерски сыграл канадский форвард Древис Грин. Это не курьезная шайба, а это, что называется, высший пилотаж. Поэтому, когда говорят тренер о том, что команда действительно финских болельщиков, они машут национальными флагами. Не знаю, от того ли это, что во время музыкальных пауз просто так принято, настроение ли хорошее. Само по себе действительно для финской сборной выгоднее, чтобы победила чешская команда. В принципе, тут только очковые какие-то расклады имеют вес, потому что ведь финны проиграли чехам, проиграли и канадцам, поэтому соседство, равенство по очкам ни с той, ни с другой команды им выгодно быть не должно. Желательнее и тех, и других, или тех, или других, все-таки обойти. Сведы, которые вечером сегодня проведут... Впервые такая формула опробуется. Но то, что она по-спортивному, мне представляется более интересной и справедливой, чем предыдущие, я, по-моему, уже вам говорил. Ой, так. Хаберле бросает. Нельзя было брать шагу за красной линией. Принял ее Патера и... Ронгер. Сумел он на гавчих манок удержаться, пересунул. Две минуты и четырнадцать секунд. А вот радуются шведские болельщики, вот их радость непонятна. Они, если дела у них пойдут удачные, так войдут в финал. А если нет, то соответственно, возможность канадской команды даст им разницу в плюс пять, поэтому, конечно, им это не может быть неприятно. Рекки. Две минуты до конца встречи. Прямо. Мочится в угол площадки и выигрывает шайбу с Ревергрин. Прямо. Честкий хоккеист лезет разбираться ни с кем в выток. Ну вот, видите, все-таки не обошлось. Без штычки. Галинка, видите, как ожесточен, уже стекулирует. И вратари поехали. Мне кажется, Чикманов совершенно правильно сделал, что не стал одевать шлен. А еще говорили, что канадцы не слишком интересуются чемпионатом мира. Безобразно ведет себя Нолан, конечно. Вот так изобразно, видите, с одним хоккеистом чешским подрался, со вторым. И самое, что интересно, ничего не предпринимают арбитры линейные. Я похвалил о физическом подготовке. Вот выкатился на площадку Донован, который вообще сегодня не играл. Вы знаете, отвратительные впечатления, и канадцы еще долбят клюшками по борту. Приветствую поступок своей команды. Вы знаете, один раз за похожую штуку нашу команду и канадскую сняли с чемпионата мира среди молодежных команд. Чеки тут совершенно ни при чем. И на экранах телевизора, видите, Глинка призывал своих игроков не вступать в этот бой. Они особо и не вступают, между прочим. Вот вы видели, Марк Регги лезть драться чуть не на скамеющую в чешской сборной. Вы знаете, когда играет Монреат Ганадиенс, какие высокого мастерства это такие, он ведет себя совершенно иначе. В прошлом матче он получил травму, ее не донес, может быть, неумышленно, Саку Койву. Так он размазывал гроздь погубить минуты, наверное, и две. Вы, может быть, это и помните. Правое слово, просто некрасиво. Ну, двое канадцев уже сидят до нового на новом скамеечке для нарушителей. Я думаю, что Нулан дважды участвовал в драках, дважды экзотевал. Тут арбитру просто и думать нечего. Коль скоро они не смогли растащить дерущихся киевистов, надо просто удалять до конца игры, и никаких других мнений быть не может. Ну, насчет Донована тут можно подскорить. Играл он, не играл до сих пор, это вопрос девятый. Все-таки заявлен на игру, значит, ее полноправный участник. Не доверили ни гол забить, ни поучаствовать в игре, так хоть подрастки дали. Тут еще, как говорится, могут быть варианты. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что ж, спокойно катаются шайбы чешских и киевистов. Я просто напомню, что открыл счет сегодня Роб Замонер, а на самом-то деле шайбу в свои ворота набросил в угол. Но еще в первом периоде Вуйток и Прокраска вывели в чешскую сборную вперед, но тот же Замонер счет сравнял. Во втором периоде Вуйток, в третьем периоде снова Вуйток, а затем еще и Влах провели две шайбы в ворота Шона Бурка. И Трэвис Грин одну шайбу отыграл. 5-3, вот такой результат, и держится за 18 секунд до конца встречи. Поняли канадцы, что проиграли. Отдали чешских хоккеистов им шайбу. Роберт Эрри отходит в свою зону. Последние 8 секунд встречи. Надо поздравить чешскую команду с победой, с хорошей победой. Добыта она была в нелегкой, но красивой борьбе. Шайбы забивались одна другой краше. И чешская, и канадская команда имеют теперь по 4 очка и по одной предстоящей игре. А на этом мы заканчиваем наш первый сегодняшний репортаж.